Традиционно в мае месяце работа практически всех служб социального направления делает акцент на подготовку летней оздоровительной кампании. Ведь лето – время детей и молодежи. И чтобы подрастающее поколение славянцев за три летних месяца могло хорошо отдохнуть, набрасывать сил и здоровье, взрослым, ответственным за это, приходится много и качественно работать, готовя сезонные мероприятия. Об основных направлениях работы и задачах на лето 2018 года, которые поставили на межведомственной комиссии, наш первый материал выпуска. Межведомственная комиссия по подготовке летней оздоровительной кампании собрала в октовом зале всех сопричастных к организации и проведению этого важного времени года. На повестке значилось 9 вопросов, осветили которые 16 докладчиков. В их числе были как представители всех отраслей социальной сферы, так и представители органов, осуществляющих контроль за организацией детского досуга. С основным докладом выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что летние каникулы – это время настоящего отдыха, оздоровления и становления личности детей и подростков. Потому организации досуга для них в это время необходимо уделить особое внимание. В 2017 году, если буквально две цифры, у нас охват составил 13 397 детей, это практически 100% из запланированных цифр. 11 миллионов рублей из краевого местного бюджета было затрачено на летнюю кампанию. И по итогам летней взрывной кампании мы уходим в десятку лучших районов по этому направлению. Поэтому планка результат достаточно серьезная и задачи 2018 года тоже принципиальны. Как доложил замглавы района, грядущим летом, как и прежде, особая работа будет проводиться с детьми, требующими повышенного внимания. В этом году продолжаем внедрение новых технологий летней кампании. Принято решение с мая по август не снимать детей со всех видов учета. Это показало свою практику. У нас за прошлые три года в течение летнего периода не допущено никаких серьезных происшествий, сопоставленными на учет детьми. Эту практику продолжаем. Особый упор будет сделан на организацию малозатратного отдыха, такого как турслеты в Крымском и Горячеключевском районах. К организации дворовых и досуговых летних площадок, любимых детворой, готовятся в управление образования, управление по делам молодежи, культработники. Помощь в оздоровлении детей на этих площадках, а также в лагерях труда и отдыха будут оказывать специалисты Центральной районной больницы. Все ответственные, отчитывающиеся на совещании, участвуют в подготовке летней кампании уже не первый год, потому имеют полное представление о том, что и как необходимо сделать для того, чтобы дети получили максимум возможностей для отдыха. Все, что нужно, просто исполнять то, о чем мы знаем, то, что мы сейчас друг другу проговорили. И все будет хорошо. Глава района Роман Синеговский заострил внимание собравшихся на очень серьезном вопросе – организации безопасности детей. Мелочей здесь быть не может. Дети должны находиться в безопасности при перевозках, в зданиях и, конечно, на дворовых площадках. Мы обязаны с вами еще раз быть безопасно провести этот летний сезон. Поэтому все обратите еще особое внимание. И когда у вас эти огнетушители проверяли в последний раз, они тоже подействовать и не могут без семьи. Каждый день – молодцы, видите, все знаете, это вообще хорошо. Да есть такое понятие – аттестованные площадки, не аттестованные. Дети, когда уходят в улицу, они не знают, какие у нас площадки аттестованы, какие там они не аттестованы. Они идут куда-нибудь, куда-нибудь уже изходили, что неподалеку находится и куда есть возможность. Поэтому на это обратите особое внимание, чтобы все было максимально безопасно. Традиционно старт летней оздоровительной кампании будет дан вместе с последним школьным звонком. Праздник встречи долгожданных летних каникул планируется провести уже 24 мая. Мария Климова, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа События.